Национальная библиотека Утбуртской Республики, Союз Рыжих, Межрегиональная Федерация Чтения, абсолютно несуществующая компания Михаил Фаустов и сыновья, а также Координационный Совет Проводников РЖД, все вместе мы одной большой компанией представляем отборочный тур Рыжевска, чемпионата по чтению вслух, открой рот! АПЛОДИСМЕНТЫ Дело в том, что город Ижевск побил абсолютно все рекорды за долгое существование чемпионата «Открой рот», шесть лет в этом году будет, никогда еще такое количество людей не записалось в участники. Вы первый город! Я предлагаю поаплодировать вам всем. Слава Богу, пришли сегодня всего половина отземленного количества, но все равно это просто неприлично даже для нас. Но нам очень приятно, что вам понравилась эта затея. «Открой рот» проходит у вас впервые, надеемся, что в следующем году снова приедем к вам и, наверное, уже что-то придумаем, может быть, будет какой-то дополнительный отборочный тур. Тем не менее, приходится работать с тем, что есть. Более того, согласно правилам чемпионата по чтению вслух «Открой рот» существует правило номер 23, которое звучит так. Правила игры меняются по ходу игры. В более поздней редакции оно звучит по-другому. А ведущий имеет право в особо сложных случаях проявить произвол любой степени. Чем я сегодня и займусь. Итак, передо мной на столе лежат эти бумажки, которые вы сейчас будете читать. Я буду вызывать вас по двое, потому что в первом раунде мы сразу отсечем половину участников. Итак, сейчас объясню жюри, что нужно делать. Ребята выходят к микрофонам и читают то, что у них написано на бумажках. Тот из этих двоих, кто, по вашему мнению, прочитал лучше, заслуживает ваши поднятые руки. Поскольку у вас пятеро, решение будет принято мгновенно. Тот, за кого проголосуют больше из этой двойки, продолжает участие. Тот, кто нет, присоединяется к тем, кто болеет. Ну что, начнем с вас, молодые люди. Берите по одной бумажке. И подходите к этим микрофонам. Скорей, скорей, скорей. Внимание, жюри, вы первый. Всех скороговорок не перескорь говоришь, не перевыскорь говоришь. Теперь вы, пожалуйста. Шалаше шуршится шелками, желтый держишь из-за лжира. И шанглуря ножами, штуку кушает инжира. Замечательно. Так, ваши голоса, пожалуйста, за первого участника. Спасибо, вы остаетесь в числе участников. Пожалуйста, оставайтесь на сцене. А, да, кладите бумажку вот в урну, в урну, и можете занимать свое место. А вы, пожалуйста, подходите сюда. Спасибо, следующие две прекрасные девушки. Берите ваши бумажечки и выходите сюда. А теперь с той стороны первая. Читайте. Карл у Клары украл рекламу, а Клара у Карла украла бюджет. Теперь вы. Работники предприятия приватизировали, приватизировали, да не вы приватизировали. Бабкин боб раззвел в дождь, будет бабки, боб, борщ. Отлично, теперь вы. А, так, смотрите. Говорил командир приполковники проподпоручицу, а при подполковнице проподпоручицу промолчал. Подходите, читайте вы. А мне не до домогания, на меду медовик. А мне не до медовика. Теперь вы, пожалуйста. Бомбандирками бомбандировал барышень Бранденбурга. Фараонов фаворит. На сапфир сменял нефрит. Вы сосвоительствуете? Хорошо. Ваши голоса, пожалуйста. Пять. Прошу вас все-таки задеть место в зрительном зале. Оставайтесь здесь. Это бурно, да? Да, можно бурно. Теперь вы. Вы последняя, да? Войчка. Тяните бумажки. Подходите сюда. Подходите, не бойтесь. Давайте вы первая. Расчувствовавшись, Лукерия, расчувствовала, не расчувствовавшись, Николу. Николу, наверное, правильно. Я не знаю, это жюри решает. Теперь вы. Не жалела, мама мыла. Мама мило, мыло, мыло. Мило, мыло не любила, мыло, мило, уронила. Спасибо. Итак, за первую участницу, за Николу трое. А за вас, очевидно, двое. Хорошо. В принципе, занимайтесь вместе в зрительном зале. Вы остаетесь здесь, потому что нужно записать ваши данные. Итак, а мы продолжаем. Ну, вы поняли, что нужно делать. Так, те, кто там стоят первым рядом со столиком, молодые люди, держите. Тащите ваши билеты, кладайте скороговорки и прямиком сюда, к микрофончикам. Читайте. Вы. В галстуке. Кубра на кубрущи варила, пришедший букарад да выхлебала. Пожалуйста, вы. Дятел вече древний дуб, добрый дятел дубу люб. Ваши глаза. За молодость и за зрелость. Пожалуйста, занимайте ваше место в зрительном зале. Вы, пожалуйста, сюда. Следующим. Давайте поддержим аплодисментами. Начинайте вы. Стоит копна с подкрикопничком, а под копной перепелка с перепелечком. Пожалуйста, теперь вы. Карл у Клары, у Клары украл рекламу, а Клара у Карла украла бюджет. Ну, со второго раза, интересно, лучше получилось или нет? Пожалуйста, ваши оценки за Карла и Клару. Один голос. Прошу вас занять место в зрительном зале, а вы оставайтесь здесь. Вас сейчас должны записать. Следующий, проходите, пожалуйста. Прекрасная мазель. Прочитайте нам. Их пестициды не перепестицидят. Наши по своей пестицидности. Теперь вы. Забавные обезьяне бросили бананы. Бросили бананы забавные обезьяне. Ваши голоса за пестициды, пожалуйста. Два. И за бананы, очевидно, трое. Прошу вас сюда. Скороговорки. Пестициды, вы перепестицидите, да? Немножко подставили вас. Проходите сюда. Молодой человек, читайте первый. А можно ее применять? Тут тоже пестициды. Да. Выбросите ее в гурну и возьмите другую. Эти пестициды, не надо с ними перебарщивать. Читайте. Читайте. Читайте, да? Да. Брайншторм, гамм, гром, ор, тоф, пир. Грит. Вдруг. Бум. Блеск. Прям стыли степенок, да? Попробуйте. Шестнадцать шли мышей, и шесть нашли грошей. А мыши, что поплоше, шумливо шарят гроши. Спасибо. Ну, принимайте решение. Первое. Бум-бах. Все-таки вы победили. Пожалуйста, проходите в зрительный зал. Итак, теперь вы. Я чувствую, сейчас будет страшная борьба. Вы с такими серьезными лицами? Давайте вы первые. В микрофон только давайте. Я вертикультап. Могу вертикультапнуться. Могу вывертикультапнуться. Браво. Это борьба, да. Был баран белокрыл, всех баранов перебелокрыл. Первая частица. Три. Все-таки три. Все-таки вы выходите дальше. Спасибо. Присаживайтесь, пожалуйста, в зрительный зал. Так, сейчас вас запишут ваши данные, а мы продолжаем дальше. Ну что? Прекрасные мужчины. Держите. Держите эти скороговорочки. Подходите к микрофону. И поразите нас. А вы первый. Исторически размерничавшегося конституционалиста Константина нашли акклиматизировавшимся в конституционном Константиноболе. Чудесная история. Теперь вы. Скреативлен креатив не по креативному, нужно перекреативить. Первую часть. Можно двоих оставить? Нет. Возьмите еще одну скороговорку и прочитайте. Берите, берите. Нет. Нет. Давайте, читайте. Теперь вы первый. Карл у Клары украл рекламу, Клара у Клара украла бюджет. Сколько их там? А вы? Столы белодубовые, гладкотисы выструганные. Итак. Ваши голоса? Три. Вы оставайтесь дальше. Пожалуйста, проходите в зал. Итак, следующая пара. Выходите в столику. Берите эту лапшу. Давайте к микрофону, пожалуйста. Сейчас вам поправлю. И вы. Давайте. Вот вы первые начали читать про себя, так что и вы первые читайте. Забыл Панкрат Кандратьев под кроватью домкрат. А Панкрату Кандратьеву без домкрата не поднять на тракте трактор. Спасибо. Пожалуйста. Наш голова вашего голову головой переголовил. Перевыголовил. Отлично. За первую часть на трое. Пожалуйста, вы оставитесь. Вы занимаете место в зрительном зале. Итак, вы. А вы еще не читали? Вы хотите тогда в центр, чтобы мы вас видели, а то вы там как-то прячетесь. Конечно, конечно. Ну что, готовы? Приступайте. Давайте. Бабкин Боб расцвел в дождь. Будет бабкин Боб в борщ. Боб в борщ. Теперь вы. Тридцать три кора корабля лавировали, лавировали. Да, не выловили, лавировали. Боб в борщ, пожалуйста. Кто за Боб в борщ? Один из его. Значит, вы остаетесь. Прошу вас, занимайте место в зрительном зале. Итак, следующий вопрос. Я буду. А, вы тоже не читайте. Проходите. Да, вот правильно, чтобы не испугались большой бумажки. Там всего лишь скороговорка. Начинайте. Пуш пожаловал ежам новых дюжинок пижам. Спасибо. Теперь вы. Лошадь с седоком. Да без седла и узды, без подпруги и удил. Так, и все, и на этом все. Так, а за первую участницу, пожалуйста. Никому не понравилось? У-у-у. Ну ладно, подержи. Значит, спасибо, вы занимаете место, а вы, пожалуйста, сюда. Итак, последний двойка. Спасибо. Вот спасибо всем тем преданным зрителям, которые поддерживают участников. Даже в самом начале. Читайте. Вы, пожалуйста, в розовом шарфе красиво. Шалаше шуршит шалыками, желтый дервиш из алжира. И жанглируя ножами, штуку кушает инжира. Замечательно. А теперь вы? Недо переквалифицировавшийся. Это, знаете, повезло. Хоть и недо переквалифицировал, совсем повезло. Ну что, за первую участницу. Ага. Ну, повезло, да не пришло. Спасибо. Спасибо, занимайте ваше место. Так, вас сейчас запишут. Вас записали? Хорошо. Начинайте. Стоит копна с подприкопеночком, А под копной перепелка с перепелёночком. Теперь вы, пожалуйста. Работники предприятия приватизировали? Приватизировали. Да не, вы приватизировали. Спасибо. Первая участница? Четверо. Спасибо, вы остаетесь. Пожалуйста, занимайте место в зрительном зале. Да, хватайте скороговорки. Тем, кто ещё не прочитал, вы поднимаете прямо вперёд. Вы не стесняетесь, чтобы не было вас видно. Итак, давайте вы первые. Ага. Из-под Костромщины шли четыре мужчины. Говорили они про торги, да про покупки, про крупу, да про подкрупки. Да. Бобры, храбры, идут в бары. Бобры не бобрят, добры. Спасибо. Высокий мужчина. Это не я. Ну что же вы так. Ну, пожалуйста, занимайте место в зрительном зале. А вы замечательное обращение бобров остаетесь. Итак, дальше. Кто там прячется в углу, выходите на сцену. Читайте. Читайте, читайте. Да, вы. Вы, да. Из кузова в кузов шла перегрузка арбузов. В грозу в грязи от груза арбузов развалился кузов. Спасибо. Столбы белодубовые, гладко тёса выструканные. Спасибо. Итак, первая участница. Единогласно вы остаетесь. Спасибо. Занимайте уже место, пожалуйста. Итак, вы теперь мальчик-девочка. Мальчик первый. Стоит копной с подкрепочком, копной перепелка с перепелёночком. Хорошо. Теперь вы. Не велик на ситиборде бодибилдеры бицепс. А говорите ещё раз микрофон, чтобы не слышно, что можно было. Не велик на ситиборде бодибилдеры бицепс. Хорошо. Я тоже всё равно не понял за второго раза. Ещё раз коварка. Но главное, как хорошо прочитала. Итак, мальчик. Сейчас жюри сделал вот так. Что это вообще было? Тем не менее, за мальчика. Один за девочку четыре. Прошу вас, оставайтесь. И последняя двоечка из этой десяточки. Можно даже похлопать, наверное. Пусть привыкают. Пусть читает. Вы. Хорошо. И прыгают с короговорки, как карасины с короговорки. На чём? Вернишь короговорки. Нет, нет, нет. Мы поняли, мы поняли. Спасибо, теперь вы. Надуг не дуй губ, не дуй губ надуг. Вот. Спасибо за совет. Ещё в одной? Ну давайте ещё в одной. Только вы прочитанное скидывайте в ворну, хорошо? Давайте, теперь вы первые. Мы ели-ели, их шею уели. Их ели-ели, уели, доели. Спасибо. Флюорографист флюорографировал флюорографистку. Вау! Пожалуйста, ваши голоса. Вот за того, кто ближе ко мне. Двое. За вас, мужчина в очках, значит, соответственно, трое. Оставайтесь. Спасибо вам. Занимайте место в зрительном зале. Проходите, пожалуйста, к столу. Берите. Вы одна. Сейчас что-нибудь придумаем. Читайте. Флюорографист флюорографировал флюорографистку. Ну вы просто решили буквы, а все пропустить, да? Тоже способ. Пожалуйста, теперь вы. Штафорширский керьер ретив. А черношерстный розенфет. Режу. Вот так. Пожалуйста, ваши голоса. А вот это сейчас за кого вы поймете? За резвую? За резвую. Сколько было за резвую? Один всего. А за девушку? Больше. Спасибо. Присаживайтесь. Итак, вы одна у нас участница, да? А, прекрасно. Все. Я уже решил сейчас придумать какие-то зверские меры, но не нужно. Один раз можно прочитать, да? Да. Нужно прочитать один раз и подрести нас всех. Пожалуйста, к микрофону. Спасибо. Дейдологизировали, дейдологизировали и дейдологизировались. Хорошо. Теперь, пожалуйста. У нас на дворе подворье погода распогодилась. Спасибо. И последняя пара. Пожалуйста, за первую участницу. Ваши голоса. Один. Ну что ж, проходите, пожалуйста. Поздравляю вас. Вы прошли дальше. Только обязательно запишитесь, пожалуйста, сюда. Ну что, дорогие участники, этот первый, самый сложный, самый нервный раунд прошел. Я вас поздравляю. Аплодисменты. Пожалуйста. Я поздравляю вам мужа с этим участником. Потому что это действительно непросто выйти сюда на сцену и обнаружить через пару секунд, что все, вы дальше не участвуете. Но, тем не менее, дальше будет интересно. Поэтому спасибо, что никто не ушел. Итак, у меня сейчас есть список из 23 человек, которые участвуют в следующем подготовительном туре. Я их оглашу чуть позже. А пока что я представлю вам наше очень-очень субъективное, очень строгое жюри, которое со следующего тура начнет выставлять вам баллы. Итак, это Павел Зорин, режиссер театра «Ле партизан». Александр Иванович Лаврентьев, преподаватель зарубежной литературы Удмуртского государственного университета. Татьяна Владимировна Тенсина, директор Национальной библиотеки Удмуртской республики. В закромах которой я сегодня побывал, там чудесно. Зря вы держите ее в таком страшном здании. Алексей Иванович Лаврентьев, директор Удмуртской филармонии, в которой мы находимся. Спасибо Алексею Ванину за возможность провести здесь наш чемпионат. И Татьяна Вячеславовна Зверева, доктор филологических наук, преподаватель русской литературы Удмуртского государственного университета. Как мы видим, много литераторов. Есть режиссеры, люди все очень, так сказать, приобщены к культуре, для которых литература и книжки — это не пустой звук. Тем более, что год литературы для всех читающих продолжается. Более того, 2016 год у нас объявлен годом британской культуры, английского языка и английской литературы. И с этим связано то, что будет происходить в финале. Но об этом чуть позже. А сейчас мы с вами приобщимся к интересному такому феномену английской литературы, который называется лимерики. Кто-нибудь слышал о них? Эдвард Лир когда-то решил позабавиться на досуге с английским языком и выпустил книжку, которую мы нарезали на листочки. И сейчас участники будут выходить и читать по одному лимерику, а жюри будут ставить по одной оценке. Пожалуйста, по шкале от одного до трех. Три — это значит, лимерик удался. Два — ну, я не знаю, поставить один или три. И один, я точно хочу поставить один, потому что было плохо. Итак, начинаем по порядку. Ольга Рогалёва. Только не Ольга, а Наталья. А странно здесь, почему написано, что вы Ольга, но я хорошо, я исправлю. Будете. Вы точно Наталья, да? Я думал, вдруг, мало ли. Выбирайте лимерик. Пожалуйста, подходите к микрофону. Вот так вот сейчас мы вам его поправим. Пожалуйста, начинайте. Жил один долгожитель в пергаме. Он Гомера читал вверх ногами. До того дочитался, что слаб. Зашатался. И свалился с утёса в пергаме. Спасибо. Так, ваши оценки по одной, от одного до трёх. Пожалуйста. Два, три, три, один, два. Спасибо. Аплодисменты Ольге. Филипп. Наталье. Наталье. Аплодисменты Наталье. И больше никому другому. Филипп Павлов. Вы точно Филипп? А, я помню вас. Да, вы Филипп. В этом нет никакого сомнения. Да, давайте попробуем. Выбирайте. В чём прелесть лимериков? Там везде одинаковое количество строк. Начинайте. Жил один старик на болоте, уважавший от дяди и тёти. Он сидел на бревне и, довольный вполне, пел частушки-лягушки в болоте. Спасибо. Оценки, пожалуйста. Два, 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 один, один. Спасибо. Следующая у нас Ольга Павлова. Выбирайте, что вам больше понравится. Жил-был старичок из Гонконга, танцевавший под музыку Тонга. Но ему заявили, прекрати это или убирайся со всем из Гонконга. Спасибо. Ваши оценки, пожалуйста. Один, два, три, один, два. Спасибо. Александра Волкова. Кстати, друзья мои, если вы считаете, что жюри ставит не то, можно смело кричать «Судью на мыло». На мыло! Да-да-да. Кидаться книжками не рекомендуется. Но кричать «Судью на мыло» нужно обязательно. И вообще, давайте им понять, что они не одни в этом зале. Ну и, конечно, очень громко поддерживать участниц. Итак, Александра Волкова, пожалуйста, прошу вас. Один джентльмен в Тихомолку забрался на Старую Ёлку. Он кушал пирог и слушал сорок на ту же слетевшуюся ёлку. Спасибо. Оценки. Один, два, три, два, два. Спасибо. Алексей, по положению нужно показывать ведущему оценку и лицевой страны. Да-да. А то я не могу понять, сколько вы баллов хотите поставить. Софья Кизелева. Так, вот тут кто-то оставил. Ребят, вы когда прочитали, выбрасывайте эту форму, хорошо? Жил мальчик из города Майана, свалившийся в чайник нечаянно. Он сидел там, сидел и совсем посидел. Этот бывший мальчик из Майана. Спасибо. От Сергея. Два, два, три, один, два. Спасибо. Сергей Шишков. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, да вам придется. Что, неужели там что-то сложное? Один горемыка из Клонца купил себе сонтик от Зонца. Забрался в подвал и там зимовал, подальше от жителей Клонца. Спасибо. Оценки. Один, два, три, три, два. Алла Северикова. Да, 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 давайте. Давайте сюда. Вот так вот. Вышел дядя на площадь в Нордкапе, в широченной соломенной шляпе. Он сказал, буду рад, если дождь или град, приютить вас под шляпой в Нордкапе. Спасибо. Оценки, пожалуйста. Рустам. Оценки, оценки. Два, три, два, два. Там уже вопросы? Нет? Все хорошо. Так, дальше у нас Рустам Галюнин. Кстати, у меня предложение, я не знаю, может быть, участникам пересесть какие-нибудь первые ряды. Ну, в общем, если вам так было бы удобнее, то пересядьте участники на первые ряды. Ну, просто чтобы не вылезать там сзади. Я вижу прям, как вы продираетесь. Это страшновато немножко. Начинайте. Жил на свете разумный супруг. Давайте все-таки сначала микрофон. Жил на свете разумный супруг, запиравший супругу в сундук. На ее возражение, мягко, без раздражения, говорил он, пожалуйте в сундук. Спасибо. Оценки. Два, три, два, один, один. Данил Горшков. Начинайте. Жил-был старичок у канала, всю жизнь ожидавший сигнала. Он часто в канал свой нос окунал, и это его доконало. Спасибо. Ваши баллы. Три, 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 два, три. Спасибо. Ирина Афаназева. Спасибо. Жил известный профессор в Найробе, изучавший науки в Чищобе. Там под шелест синиц он читал пять страниц и опять возвращался в Найробе. Спасибо. Жила была дама приятная, на вид совершенно квадратная. Кто бы с ней не встречался, от души восхищался. До чего же эта дама приятная. Спасибо. Антон Геннадо, бацанки, три, 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 два, три. Браво. Елена Иванова. Аплодисменты, Ирина. Давайте тоже что-нибудь мне перепадет. Ага. Так, так удобно вам? Так все равно поближе встаньте, прямо чтобы вас будет. Хорошо. Жил мальчик вблизи фермопил, который так громко вопил, что глохли все тетки и дохли селедки, и сыпалась пыль со стропил. Спасибо. Жил один старичок за рекой, всей душою устремленный к покою. Но шальная ворона вдруг прокаркала с клена непокою и тут за рекой. Спасибо. Аплодисменты. Аплодисменты. Два, один, два, два, три. Ксения Бобкун. Говорил старичок у куста. Эта птичка поет неспроста. Но узрев, что за птаха, он затрясся от страха. Она в четверо больше куста. Оценки. Три, 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 два. Браво. Надежда Людмилева. Давайте. Подготовка. Жила на горе старушонка, что учила плясать лягушонка. Но на все раз и два отвечал он кла-кла. Ох, и злилась же та старушонка. Спасибо. Оценки, пожалуйста. Два, три, три, два, два. Анна Попова. Аплодисменты. 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 Один старичок из Оттавы обличал современные ныравы. На совет отдохни, отвечал он, не-не, я не все обличил еще ныравы. Спасибо. Оценки, пожалуйста. Три, 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 два. Ольга Иванова. А вы были в шляпе? Интересно, что же будет дальше? Проходите к микрофону. А то я не могу понять, как на вас настроить на него, поэтому вылезете ближе. Жил-был старичок из Винчестера, за которым погналися шестеро. Он скачал на скамью, перепрыгнул с Винью и совсем побежал из Винчестера. Спасибо. А что мне подал? А, три, 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 два, два. Оксана Девичина. Жил старик у подножья Везувия, изучавший работы Витрувия. Но сгорел его тон, и он взялся за ром. Романтичный старик у Везувия. Оценки, пожалуйста. Два, два, три, три, два. Юлия Волгова. Начинайте. Жил-был старичок между ульями. Он от пчел отбивался стульями. Но он не учел числа этих пчел и пал смертью храбрых мешутов. Оценки, пожалуйста. Так, три, два, 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 два. Сергей Вегтярев. Так, был же Сережа. Ты же Сергей? А кто вы по отчеству? Сергей Вегтярев. Значит, в следующем раунде, если вы пройдете, будет Сергей Сергеевич. Начинайте. Жил один джентльмен в Холихеде, разъезжавший верхом на Медведя, на вопрос «Вы же окей?» Отвечал он «Окей!» Продолжая скакать на Медведя. Спасибо. Акцент. Три, три, один, один, один. Людмила Степанова. Давайте сюда. По-поближнему. Жил старик по фамилии Плески. С головою не больше редиски. Но одевший парик, становился старик. Судьей по фамилии Плески. Спасибо. Оценки. Два, 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 один, один. Альфия. 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 Да, вот заплески там, да? Я опять забыл в Альфии. Альфия. Альфия Менгалимова. Имя просто у вас такое красивое, что ты сразу соображаешь, как его прочесть. Один старикашка с косою гонялся полдня за осою, но в четвертом часу потерял он косу, и был крепко укушен осою. Альфия. Три, два, три, два, два. И Надежда Вершинина. АПЛОДИСМЕНТЫ Пожилой джентльмен из Айовы, думал, пятясь от страшной коровы, может, если стараться веселей улыбаться, а спасусь ли я от сердитой коровы? Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ, пожалуйста. Два, два, один, один, два. Итак, нулевой тур подошел к концу. Сейчас вам нужно будет... Вы будете выходить по одному. Разрывать конверты, которые вам нравятся. Можно выбрать любой. Доставать оттуда книжку. И читать из-под закладки в течение минуты, которую я буду засекать песочными часами, тот текст, который в этой книжке напечатан. Собственно, ваша задача на этом заканчивается. Я говорю, время пошло, вы начинаете читать текст. Когда я говорю время, значит, время закончилось, вы перестаете читать текст. Задача жюри. За то время, пока вы читаете за эту минуту, оценить ваше чтение и выставить оценки по шестивальной шкале. Где один — это совсем плохо, шесть — невообразимо хорошо. Причем оценки ставятся за технику чтения. Это правильно поставленные ударения, правильно прочитанные сложные, необычные слова, которые находятся в этих текстах. Тексты с особым цинизмом отобраны сотрудниками Удмуртской национальной библиотеки. Я лично при этом присутствовал. Так что не рассчитывайте на легкую жизнь. Может быть, даже те, кто не попал в этот рамок, позавидуют. Точнее, наоборот, кто позавидует тем, кто не попал. Итак, вторая оценка после техники — это артистизм. Артистизм — это совершенно неуловимая какая-то вещь. Это то, насколько членам жюри понравилось, как вы этот текст преподнесли. Ну что ж, члены жюри знают, что нужно делать, участники тоже. И я вызываю, а я знаю, кого я вызываю первым. Человека, имя которого сегодня мне особенно запомнилось. Альфия Менгалимова. Выбирайте книжку, можно прям оттуда снизу выбрать. Какую хотите. Конверт рвите. Он специально такой красивый, чтобы его рвать. Рвите, прям верхушку открывайте. Конверты у нас крафтовые. Это значит, что нужно их разрывать. Конверт выбрасили в урну? Нет. Выбрасывайте. Ага. Теперь подходите сюда. Итак, смотрите. Вот закладка. Текст нужно читать из-под закладки. То есть с этого вот абзаца. Ну что, время пошло? Начинайте. А теперь повернись ничком, касатик, попросила Кириллиха. Без любавы не перевернусь, Кирилловна. Любава! Не надо ее, повелительно остановила старуха и опять повторила, но с твердой лаской. Давай сам, касатик. Нет уж боли-то поблазнилась тебе, а ты уж и рад. Ой да, иду, ой. Вот видишь, ей боли, только дай воле. И верно, Федот Федотович без посторонней помощи повернулся, лег ничком. Кириллиха своими сухими твердыми перстами ощупал его поясницу, заливая силой в муравьиным маслом и запально дыша начала растирать. От ее оказалось жестких и немилостивых рук, Федот Федотович сперва боязливо ужимался, а потом вдруг обтеплился, мимо своего желания поверил, что ему сделалось легче, будто по всей спине его, особенно к низу, от лопаток развязываются и тихо растаивают все узелки. Время. Спасибо. Наталья Рогалева, пожалуйста, сюда. Выбирайте конвертик, рвите его и скидывайте в бурно. Крафт, вы чувствуете радыки? Сколько лет сюда на них пошло? Нормально, нормально, пусть он лежит. Да, вот учтем мы ошибку, прочитайте сначала автор и название. Да. Да вы не бойтесь, авторы и название не оцениваются, жилье. Так, а название? Ну, это просто, чтобы мы знали, что вы читаете. И я к тем, кому кто заинтересуется, смогу потом прийти, предварительно. Ну, пусть будет так. Алло, Адамия, большая, маленькая Екатерина. Угу, хорошо. Вот, прямо с начала страницы. Ой, чуть не зашип оператора. Поехали. Я вам принесу. Холодно бросила я и пошла в Марани. Я принесла черчхелы, чищенные орехи, кувшин, алладесури и бутылку инжирной водки. Мой гость явно обрадовался. И пока я разливала по стаканам вино и водку, он взял черчхелу. Вы обедали, между прочим, поинтересовалась я. Да, ведь я уже много времени, скоро стемнеет, улыбалась я, сказала Евдокимий и, подвинув стул, села. Я сначала выпью вина, сказал он, опять вставая. За ваше здоровье. Я тоже взяла стакан. Вы предпочитаете водку? С удивлением спросил он. Это инжирная водка, она не крепкая. Мы выпили. Вино просто замечательное. Напоминает хванчкару. Виноград вы сами давите? Нет. Гуласпир. Он тоже говорит, что наша алладесури похожа на хванчкару. Гуласпир. Чапичадзе. Почти крикнула Евдокимий и вскочил со стороны. Время! Чапачице! Это был чапачице! Это текст, в котором с каждым предложением накапливается количество грузинских слов. Спасибо вам большое. Присаживайтесь. Итак, оценки. Оценки за технику чтения, пожалуйста. Так, есть за император. Не вижу. Четыре, пять, два, два, два. Я напомню, максимум шесть баллов. Артистизм, пожалуйста. Четыре, пять, четыре, два, три. Сергей Шишков. Так, что у вас? Автор Василий Белов. Бабришный угор. А мы сами не знаем. Я сегодня консультировался в библиотекаре. Кто-то считает, что угор, а кто-то угор. 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 Вот, общественно считает, что угор. Стыдно не знать. Нет, ладно, я приезжий. Вот отсюда, со словом баня. Поехали. Баня все еще не была готова. Олеша работал на совесть и потому медленно. Где-то на дальних поступах ко мне подкрадывалась тоска холостяцкая жизнь. Однажды после самовара я по-турецки сидел на лавке и никак не мог решиться вымыть посуду. Глядел, как вырастает за окном сосули. Странно. Чем больше я убеждался, что посуду все равно мыть придется, причем чем скорее, тем лучше, тем больше не хотелось ее мыть. Все-таки надо было что-то предпринимать. Я встал, оделся и настроился идти к Олеше. А когда принял это решение, то сразу стало как-то легче. У самых ворот Олешина дома стояли и торчали оглопленные персональные Олешины дровни. Два воробья, видимо осмысливши, что зиму они почти одолели и что дело идет в тепло, весело подпрыгивали у крылечка. Они с недовольным чириканьем слетели на изгородь и начали дрыгать не очень опрятными пастишками. Мол, согнал с места, да еще не уходит. Но мы-то знаем, что сейчас уберешься. Мне подумалось, что живи воробьи в воде, они были бы ершами. И наоборот ерши, называемые в последнее время в рыбанской среде на китайском арене... Спасибо. Так, значит, воробьи были бы ершами. Хорошо, оценки за технику чтения. Сергей Шишков, пожалуйста. 4-5-4-4-5 и за артистизм. Так. 3-4-5-3-4. Спасибо. Алла Сибирякова. Странно, угорь, значит, или угорь, простили. А что за артистины так мало баллов? Ну ладно, ладно. Я чувствую, к концу чемпионата жюри придется их прятать за сцену, пока все будут сходиться. Рвите, да прям рвите. Есть пример, что люди, которые рвут конверты, побеждают в конце. Правда-правда. Так, защитите нам, кто... А, это книжка с обложкой без надписи. Кто-то кашлянул или чихнул поблизости. Михаил поднял голову и увидел своих двойнят. Петька и Гришка робко в полглаза поглядывали на него из-за некрашенной трибунки, с которой говорили речи в первомайские и октябрьские праздники. И заискивающие улыбались. Чего тут делаете? Спросил Михаил. Ничего. Мы так. Как так? Где были? Двойнята замялись. Врать они не умели совершенно. Но в то же время им и вправду говорить не хотелось. В конце концов они признались. Сидели на бревнах в закоуке. В зауке правления. В зауке удивился Михаил. Как же я вас не видел? А вы меня видели? Видели. И тут Михаил понял, что они ожидали его. Боялись, как бы с ним чего не случилось. А кроме того соскучились. В первые дни после его возвращения из лесу или со сплава, двойнята не на шаг от него. Это завсегда. Ну, чего стоите? Идите сюда. Ободрённый его улыбкой, ребята подошли к лицу. Михаил потрепал того и другого по голове. Рыба-то ничего. Время не стекло. Спасибо. Оценки, пожалуйста, за технику чтения. Два-два-два-четыре-четыре-три. Я заметил половину, ставит больше паула, кстати. Артистиза, пожалуйста. Да-да-да-да-да. Один. Да ладно. Три. Четыре-два-два. Данил Горшков. Пожалуйста. Я, конечно, много видел. Но, судишь, это жюри у вас отлично. Непредсказуемо. Непредсказуемо. Как наши тексты в конвертах. Поэтому выбирайтесь осторожности, полагайтесь на свою интуицию. Я просто думаю, что когда уже будет человек, который увидит и разорвет. Обычно к третьему раунду. Как это происходит? Михаил Булгаков. Романы. Ну, у вас совершенно точно записки покойника. Потому что я выбирал. Так. Вот. Вот с этого вот абзаца. Со слова «Пир». Поехали. «Пир пошел как-то сразу дружно. Весело, бодро. «Растягай, подвели!» Слышал я голос Измаила Александровича. «Зачем же мы с тобой баклажанов растягай ели?» Звон хрусталя ласкал слух. Показалось, что в люстре прибавили свету. Все взоры после третьей рюмки обратились к Измаилу Александровичу. Послышались просьбы про Париж, про Париж. Ну, были, например, на автомобильной выставке. Рассказывал Измаил Александрович. Открытие. Все честь по чести. Министр, журналисты, речи. Между журналистов стоит этот жулик. «Кандюков Сашка». Ну, француз, конечно, речь говорит. На скорую руку спичишка. Шампанское натурально. Только смотрю, Кандюков надувает щеки. И не успели мы мигнуть, как его вырвало. «Бреда!» Мы прям успели, мол, эти логические точки дочитать. Итак, оценки за технику, пожалуйста. Два, 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 два. Просто единодушно. А что, за что же вы так? За что вы так? Ну, не прости. Ну, за артистизм давайте. Давайте. Два, три, два, два, три. Ну что ж, не видать вам счастья, когда мы в этом раунде, может быть, следующим. Ирина Афанасьева. Так, вот там, кстати, к члену жюри надо обратиться. Можно попробовать одну минуту прочитать. Выходите? Да. Так вы же не попали в эту травму. Нет, если мы будем рассуждать так, ну и что, не имеет смысла вообще дальше. Но все-таки есть определенный регламент. А вдруг понравится жюри. Нет, но потом, когда мы закончим, можно будет прочитать. Нет, нет. Выйдет вне чемпионата. Итак, кто у вас? Мне повезло, достался Фазиль Искандер. Сандро Исчигема. Ну, повезло или нет, мы сейчас узнаем, когда начнете читать. Это безусловно. Страшно. Итак, вот, из-под закладки, пожалуйста, с этого вот. Поехали. Другого человека за такие слова, теперь, когда уже прорвался к руководству, он давно бы подвесил за язык. Но этого тронуть опасался. Не было полной ясности в этом вопросе. Многих старых большевиков Сталин сам уничтожал, но некоторых почему-то придерживал и награждал орденами. А что он сделал? Спросил Сталин и в упор посмотрел на Берию. Болтает лишнее. Выжил из ума. Сказал Берия, стараясь догадаться, что думает Сталин по этому поводу, раньше, чем он выскажется. — Лаврентий, — сказал Сталин, мрачнее, потому что он не находил сейчас нужного решения. Я приехал использовать законный отпуск. Почему ты мне задаешь такие вопросы? — Нет, товарищ Сталин, я просто посоветоваться хотел. Быстро ответил Берия, стараясь обогнать помрачнение Сталина, голосом показывая, что извиняется и сам не придает большого значения вопросу. Хорошо, что не ликвидировал. С радостным испугом влепнуло у него в голове. Болтунов Ленин тоже ненавидел. Сказал Сталин, задумчиво. Техникочтение, пожалуйста. Так, пять, четыре, три, пять, пять. Ну, наконец-то. Артистизм. Шесть. Пять, два, четыре, пять. Разогрели. Расшатались. Антон Кузнецов. Давайте я что-то сделаю. Да, да! Вот именно так. Кто у вас? Итак, Василий Шукшин. Шири Шак Маэстро. Ну вот, пожалуйста. Можно прям даже название прочитать. Поехали. Мой зять украл машину дров. Ваня Зяблицкий. Маленький человек, нервный, стремительный. Крупно поскандалил дома с женой и тещей. Ваня приезжает из рейса и обнаруживает, что деньги, которые копились ему на кожаное пальто, жена Соня все ухайдакала себе на шубу из искусственного каракуля. Соня объяснила так. Понимаешь, выбросили, все стали хватать. Ну, я подумала, подумала и тоже взяла. Ничего, Вень. Взяла? Ваня зло сморщился. Хорошо, хоть сперва подумала, потом уж взяла. Венина мечта когда-нибудь надеть кожанку и пройтись в выходной день по селу в ней нараспашку отодвинулась далеко. Спасибо. Подумала об муже. Твою мать-то. Чего ты? Ничего, все нормально. Спасибо, говорю. Чего лаешься-то? Кто лается? Я говорю, все нормально. Ты же вон какая оборванная ходишь. Надо же шубу. Вы же без шубы не можете. Как вам без шубы можно? Дармоеды. Время. Спасибо. О! Вот это войдется. Пятное начнение. Шесть, 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 пять, пять. Аккуратно. Шесть, 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 шесть. Огонный результат. Так, ну что, у вас там? Ни вклад самсонов, голубые наличники. Нет, нет. Так, вот, пожалуйста, из-под закладочки со слова «всем». Поехали. Все отсюда, как на ладони. На этом берегу наша земля, на том уже другая страна. И заставы хорошо видны. На той стороне казармы пугающие чужие, а наши словно улыбаются светлым шифером крыш. Чуть дальше дом, где живут офицерские семьи, радиостанция, гараж. Рядом с ним помещение для собак. Ближе к реке баня. Распогодилось-то. Лето здесь, как у нас, в Удмуртии. И не подумаешь, что рядом граница. А да, в Удмуртии отсюда, ой-ой-ой, сколько. Нашелся бы волшебник, взял бы и перенес меня отсюда, прямо в родные колтачи, как на самолете. Сержант остановился, снял зеленую фуражку и, вытирая вспотевшее лицо, небезырой не заметил. Допустим, полетишь, Баграшов, а как сядешь? На заставе без году неделя. А уже обратно след отметишь? И тут же резко меняет он, проговорил. Рядовой Баграшов, доложите, какую задачу поставили перед вами? Забыли? Никак нет, товарищ сержант. Я младший пограничного наряда наблюдаю сзади. Время. Стыло. Спасибо. Не забудь кайм на технику. Так, оценки за технику чтения, пожалуйста. А, 4, 5, 5, 5, 5. И за артистизм. 4, 5, 5, 4, 4. Валентин Распутин. Избранные произведения. Сейчас вы рискуете опять оторвать закладку. Отпустите ее. Да, вот, пожалуйста, с диалога. Поехали. А как не пить, продолжал Михаил. День, второй, пусть даже неделю оно еще можно. А если совсем, до самой смерти не выпить? Подумай только. Ничего впереди нету. Сплошь одно и то же. Сколько веревок нас держит и на работе, и дома, что не охнуть. Сколько ты должен был сделать и не сделал. Все должен, должен, должен. И чем дальше, тем больше должен, пропадя на пропадом. А выпил, как на волю попал. Освобождение наступило. И ты уже ни холеры не должен. Все сделал, что надо. А что не сделал, не надо было делать. И правильно сделал, что не сделал. И так тебе хорошо бывает. А кто откажется от того, чтобы хорошо было? Какой дурак. Выпивка, она ведь в начале всегда, как праздник. Если бы с ней еще мир узнать. Время. Спасибо. Давайте, плюс-по. Ага. Так, пожалуйста, оценки за технику чтения. Шесть, пять, четыре, шесть, пять. И за адресисты. Шесть, пять, 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 пять. Ольга Иванова. Сейчас я поиск... Математика казнила нас, математика совлазнила нас, пел Борис Борисович Гребенщиков. А я неправильно посчитал количество участников. Осталось еще Оксана Дедюхина, но мы найдем ей что-то почитать. Итак, да, да, было двенадцать конвертов, участников было тринадцать. Я сейчас пересчитал, действительно, тринадцать. Ну что ж, это небольшой технический казус, который превратится потом в украшение нашего чемпионата. Ну, давайте, оглашайте, кто у вас. Потому что последнее тринадцатое будет сюрпризом. Александр Солженицын. Раковый корпус. Пожалуйста, вот, со слова «вообще». Поехали. Вообще, семейный доктор – это самая нужная фигура в жизни. А ее докорчевали. Поиск врача бывает так нетимен, как поиск мужа-жены. Но даже жену хорошую легче найти, чем в наше время такого врача. Людмила Афанасьевна наморщила лоб. Ну да, но сколько ж надо семейных докторов? Это уже не может вписаться в нашу систему всеобщего бесплатного народного лечения? Всеобщего – может. Бесплатного – нет. Рокотал Орешенков свое. А бесплатность – наше главное достижение? Да уж такое ли. Что значит бесплатность? Платит не пациент, а народный бюджет. Но он из тех же пациентов. Это речение не бесплатное, а обезличенное. Сейчас не знаешь, сколько бы заплатил за душевный прием. А везде график, норма выработки, следующий. Да и за кем ходят? За справкой, за освобождением, за втеком. А врач должен разоблачать больной и врач как враги. Разве это медицина? Время. Спасибо. Техникочтение. 5, 4, 5, 4, 4. Артистизм. 5, 5, 5, 3, 4. Спасибо. И Оксана Детюхина выходит сюда, а книжку я сейчас вам достану. Жорж Перек. Жизнь. Способ употребления. Отлично. Вот вам повезло, вы будете читать сейчас красивую книжку с того места, которое я выберу. Открой рот во всей красе. Правила меняются по ходу чемпионата. Ну вот, давайте вот отсюда. Со слова «сегодня». Поехали. Сегодня эту квартиру занимает 17-летняя Женевьева Фулеру со своим сыном, которому только что исполнился один год. Бывшая комната поля Хебера стала детской, почти пустым помещением с несколькими предметами детской мебели. Белая колыбель в виде плетеной корзины на складывающейся подставке, столик для пеленания, квадратный манеж с краями, окантованными защитным ободком. Стены пусты. Лишь к двери приколота булавками одна фотография. На ней изображена ликующая Женевьева, которая держит на вытянутых руках своего младенца. В купальнике шотландской расцветки она позирует у складного бассейна, чьи внешние металлические перила украшены большими стилизованными цветами. Эта фотография взята из каталога товаров по почте, в котором Женевьева фигурирует среди шести постоянных женских моделей. Там можно увидеть, как Женевьева в надувном спасательном жилете из оранжевой искусственной ткани... Время. Спасибо. Итак, техника чтения. 5, 5, 5, 4, 4. Артистизм. 5, 5, 5, 3, 3. Спасибо участникам этого раунда. Прозы. Сейчас я дам вам микрофончик, чтобы вы буквально что-нибудь сказали, пока я раскладываю книжки для второго раунда. Уважаемые участники, зрители, я благодарю всех, кто сегодня пришел в этот зал и благодарю сотрудников национальной библиотеки, которые проявили инициативу и такое желание для того, чтобы фестиваль прошел в нашем городе. Это отдел иностранной литературы, национальной библиотеки. Абсолютно верно, что, наверное, больше всех сегодня не волновали жюри. Состав жюри, такая ответственность. Но мне всегда на конкурсах, когда приходится участвовать в составе жюри, я думаю, самая, конечно, смелость – это выйти на сцену. И всегда у меня чувство гордости, какие талантливые люди живут у нас в республике. Итогом сегодняшнего чемпионата будет финал, в котором будет три участника. Итак, после каждого раунда участник, набравший наибольшее количество баллов в этом раунде, автоматически выходит в финал. Что это значит? Это значит, что по итогам первого раунда, как лучше всех прочитавший прозу, в финал выходит Антон Кузнецов. Но одновременно с этим это и значит, что во втором раунде у всех оставшихся есть точно так же абсолютно равные шансы попасть в финал. Потому что во втором раунде попадет в финал человек, набравший наибольшее количество баллов во втором раунде, а не в первом и предыдущем. Так что дерзайте, потому что второй раунд – это, о боже мой, стихия! Антон Кузнецов набрал наибольшее количество баллов – это 58. А следующим за ним рекордом является, похоже, что это Анна Попова. С нее-то мы и начнем стихотворный раунд. Пожалуйста, прошу вас в столу. Выбирайте любой, там их несколько слоев. Жюри оценивают точно так же за технику чтения и за артистизм. Дело в том, что читать стихи гораздо сложнее. Я это сам прекрасно знаю, хотя и победил свое время благодаря стихотворению, но читать их гораздо сложнее. И читать их нужно совсем не так, как читать прозу. Стихи, опять же, подобраны сотрудниками Национальной Удмуртской библиотеки. Но они, правда, хорошие. Все проверены. Пожалуйста, сюда. Вот, стихотворение отмечено закладкой. Просто читайте его полностью и все. Кто? А, да, да, да. Вот я все время забываю о том, чтобы вы... Это сборник «Вечность подождет». Хоуп и другие поэты в переводе Галина Лазаревой. Да, хоуп и другие поэты. Кровать. Врач любит пациента, а пациент – кровать. Неплохо в ней родиться и славно помирать. Врач любит пациента, что дубы дать спешит. А пациент влюблен в кровать, роднее нет души. Ну, а кровать в экстазе, коль врач не идет. Один дружок разлюбит, он новых к ней ведет. Спасибо. Давайте через камеру. Оценки за технику чтения, пожалуйста. 1, 6. Да. По такой же схеме. 1, 6. 5, 5, 5, 5, 5. А артистизм? 6, 5, 4, 5, 4. Спасибо. Ольга Иранова. А что же вы к шляпе ничего не добавили? Я так ждал, ко второму раунду новых изменений в вашей внешности. Ну, наконец-то начали рвать. Я ждал, ко второму раунду все разогреются. Так, что у вас? Тоже много иностранных слов. Гонсало Рохас. Навесла. На чем? На веслах. На веслах ритма. На веслах ритма. Гонсало Рохас. На веслах ритма. На веслах ритмас. Не. На веслах ритмас. Если умеете по-испански, то здесь оригинал. Мучача имперфекта буска хомбре имперфекту. Читайте по-русски все-таки. У нас есть на самом деле чемпионат по чтению билингвы изданий, одобренный по словам Великобритании. Но тем не менее, давайте, читайте по-русски. Таинственный зов любви. Девушка, далекая от совершенства, познакомится со столь же несовершенным молодым человеком, не старше тридцати двух. Знание о виде обязательно. Со своей стороны имеет предложить голубинные грудки числом две штуки, Нежную кожу, особо восприимчивую к поцелуям, Твердость зеленого взгляда для усмирения волн в море житейского. На дом? На дом. На дом не выезжает. Телефон не дает. Заряжается телепатический, не гнера, но тоже сожрет любого. Ам. Спасибо. Читаем шрифт? Да. Хорошо. Начинаем. Сара-Барабу. В далекой бухте Тимбукту есть дом у Сара-Барабу. Сара-Барабу, Сара-Барабу, есть у нее корова му. И тощий старый Марабу живет у Сары-Барабу. Сара-Барабу, Сара-Барабу, есть у нее корова му. И этот самый Марабу из Тимбук-Тимбук-Тимбук-Ту Из дома Сара-Барабу твердил все время му-да-му. Однажды Сара-Барабу сказала му и Марабу, Стань, Марабу, коровой му, а ты, корова, Марабу, вот так Сара-Барабу. Спасибо. Сто стихотворений. Брэхт. Брэхт. Скажи, да. Ага. Постарайтесь вложить в это всю свою душу. Китайскому льву, выточенному из корня чайного дерева. Плохих твоих когти страшат, хороших манихт их красою. Вот бы и мне услышать такое о своих стихах. Спасибо. Вот такой вот он Брэхт. Я думаю, неудивительно, что он написал сто стихотворений, правда? С такой внутренней. Одна на крыше. Одна на крыше, я влежу на север. Слежу за армейц вечернюю игру. То отблески шагов твоих на север. Вернись, любимый, или я умру. Базар внизу безлюден и спокоен. Устало спят верблюды на ветру. И спят рабы. Твоя добыча воин. Вернись, любимый, или я умру. Жена отца сварливый год от года. Гну спину днем. В ночи и поутру. Слезами запиваю хлеб невзгоды. Вернись, любимый, или я умру. Шеймос Хини, боярышниковый фонарь. Я все пытался понять. Шеймос Хини это вообще что за национальность? Написано, говорит, на английском. Ирландец. Ирландец, да? Вот, пожалуйста, вот это. Кувалда. Когда ты раскачнулся при замахе Кувалдой и ногами в землю врос, Сомкнув колени и напрягся весь, Как щит легионера в черепахе. Когда ты весь в неудержимом взмахе На миг застыл, удерживая вес, И поворотная застыла ось под вздохом, И земля качнулась в страхе. Отрадно ли тебе, застыв упруга, Мощь ощутить удержанную властно В твоих руках зажавших рукоять И зуб соблазна. Ударить так, чтоб стены в прах И горы содрогнулись от испуга. Спасибо. Техника чтения, пожалуйста. Три, четыре, 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 четыре. Артистизм. Три, четыре, четыре, три, четыре. Данил Горшко. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Анатолий Гелинсков Под гитару Заводит бедный нищеброд Я Пьер, мой сударь, а не Клод Слыву отпетым, как любой Кто с малых лет дурен собой Одну любил я на веку И мне казалось дураку Что до того она мила Казалось, значит и была Я рад ей был и сыну рад По слухам жив он прокурат Чем обернулась постараль Не то что петь, а плюнуть жаль Вдруг эта дурья голова Сбежала, прихватив сперва Те сбережения семьи Что на три четверти мои На зло врасплох Из-под тяжка Добро бы завела дружка Не по любви Так хоть со зла Потом по слухам завела Ну как тут быть и что верней Убить, молиться ли о ней И помолился б И всплакнул Да дьявол под руку толкнул Спасибо Техни для чтения 5 4 3 3 5 Артистизм 4 4 4 3 4 Ирина Афанасьева Семера Беккетт Стихотворение Прямо назад сюда И кажется, оно здесь-то и заканчивается Приступайте Ночью глухой В мёртвой тиши Он отвлёкся от книги Чтоб из этой тьмы Впереть взгляд в другую Пока вдали Не сузятся глаза В мёртвой тиши Пока вдали Его книгу Будто рука не его Рука не его Закроет тихо В добру Или к худу В добру И ху Спасибо Техника Техника Оценки 5 5 5 5 5 Артистизм 5 5 5 5 5 Следующий у меня в списке Антон Кузнецов Но он уже в финале Поэтому он не будет читать стихи Да Да Вот так Вот так Давайте пусть почитаем Вне конкурса Вне конкурса После чемпионата Елена Иванова Прошу вас Ничего, Антон В финале почитай Юлиан Тубик Молча Пожалуйста, вот так Тупой манекен Ухажер Нагловатый Иссовший мертвец Орликин глуповатый И кто-то в углу Изумленный Вы плачете? Право, зачем? Перестаньте Страдаю, сударыня Сударь, отстаньте Не больно Застыл, как колонны Костлявая из-за кулис Ухмыльнулась Он бледен Но все Но все, как всегда, обернулось Вы верите? Это же шутка Убийца с кинжалом Крадется из брака И вот он спорол Содержимое фрака Смотрите А пилки Как шутка Сборник переводов И стихотворений Владимира Северинского Дождь у меня в голове Не меняйся ради меня Если ты жадина Я это сдюжу Страшный? Неважно Бывают и хуже Наглый? До драки дойдем Мы едва ли Грустный? Ты не пытайся печали Жирный? Не бойся Смеяться не буду Странный? У всех нас бывают причуды Злой? И на солнце случаются пятна Глупый? Порой это даже занятно Будь кем ты есть Повторяю опять Мне все равно на тебя Наплевать Уолис Стивенс Тринадцать способов Нарисовать дрозда Там схем нет? Нет, только стихи Пожалуйста Спокойно было в доме Тихо в мире Спокойно было в доме Тихо в мире Читатель обратился в книгу Ночь Была одушевленной жизнью книги Спокойно было в доме Тихо в мире Слова звучали словно не из книги А из самой ожившей тишины Пока читатель вслушивался в них С усердьем наклоняясь над страницей Ночь летняя была О правой правды Дом замер Чтобы мысли не нарушить Стоявшая над домом тишина Как страж хранила цельность Этой мысли И правды не было другой Лишь это Мир, обнимающая тишина Ночь летняя И книга, и читатель Склоняющийся за полночь над книгой Ну что ж Стихи закончили читать И по итогам стихотворного раунда Финал выходит Кто бы вы думали Сергей Шишков Сергей, сидите спокойно В компании с Антоном Кузнецовым Сейчас определим третьего финалиста Итак Здесь 11 конвертов В которых Ну, стихи мы почитали Просто тоже почитали Осталось что? Осталось только то Что не относится к художественной литературе Третий раунд у нас Нон-фикшн Что вам поводится там? Я не знаю Но должно быть интересно Итак С кого бы начать? С кого бы начать? Сейчас много откну прям ручкой Как знаете А вот Ксения Бовко У вас сейчас будет самый богатый выбор Повторитесь не ошибиться Самые странные книжки С самыми странными текстами Последнее испытание Дмитрий Петров Магия слова Диалог о языке и языках Так, вот Также из-под закладки За слово народ Я засекаю минуту по-прежнему Потому что проза Поехали Народ вырабатывает язык То есть форму своего речевого общения Веками Когда эта форма воспринимается Носителями других языков Она несет в себе Не только структуру предложений Но и то, что стоит за ними Менталитет народа Предположим, что мы никогда не знали О существовании других этносов и языков Но услышав Английскую, немецкую, итальянскую речь Уже можем сделать какие-то выводы О ее носителях Вот как бы ты оценил племя Говорящее по-французски Легкий, музыкальный, любвеобильный народ То есть некие образы На тебя воздействие бы оказали Это то, что сводится к волне Полевая структура языка Кроме того Есть математическая часть Которая тоже отражает Характеристики народа И его менталитета Скажем, английский и немецкий языки Одно и то же германского корня Тем не менее немецкий Донес до нашего времени сложно Витиеватую структуру Громоздкую, я бы сказала В сравнении с английским Английский это пионер в сфере упрощения языка Время Суеверия викторианской Англии А вот с абзацем после Поехали После повешения Тело преступника Оставляли болтаться в петле Примерно час Для пущего устрашения зрителей Начиналась настоящая фантасмагория Потому что женщины Хватали труп за руки И терлись они щеками Считалось, что это лечит прыщи и бородавки К телу подносили младенцев Страдавших от кожных болезней Чтобы смертный пот Исцелил их язвы Щепки от виселицы Слыли хорошим средством Отзывной боли А конопляная удавка Приносила удачу Кусками веревки Торговал палач И чем известнее был преступник Тем дороже она ценилась Из высушенной руки Повешенного Можно изготовить руку славы Руку следовало отрубить Пока тело еще висело в петле Потом из руки выжимали всю кровь Мариновали руку в смеси соли, перца и селитры Высушили на солнце А между пальцами вставляли свечу Изготовленную из жира повешенного Вреда! Браво! Анна Попова! Как работать с трудами людей? Откользь секрет Вот прям сначала Фиксированные строки Намеченные цели Поставленные задачи Установленные показатели Управление Внешнее давление И бремя обязанностей Есть ли что-то странное В том, что рабочие взаимоотношения Вдруг не выдерживают такого напряжения Накапливается беспокойство Страсть, тревога Наконец предохранители Не выдерживают И бах! Что можно в этом случае сделать? Является ли конфликт неизбежным? Нет Вот 10 шагов Которые помогут Разрядить ситуацию Снять остроту проблемы Вы можете стать Тем человеком Кому она под силу И именно вы Можете сохранять Хладнокровие под огнем Вы можете стать Миротворцем И для этого Вовсе не обязательно Быть живым воплощением Матери Терезы На самом деле все просто Агрессию надо встречать Лицом к лицу Никаких электронных писем Факсов Служебных записок Голосовой почты Или автоответчиков Время Увы, время Браво! Браво! Мне кажется, я вас слушала Я считаю Браво! 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 Спасибо Язык и межкультурная коммуникация Только не говорите Что вы диссертацию Пишите по этой теме Нет? Моя любимая тема Правда? Ну вот Со слова три Поехали Три доказательства того Что Иисус Христос Был евреем Первое Он продолжил бизнес Своего отца Второе Он жил дома До 33 лет Третье Он был убежден Что его мать девственница А его мать была уверена Что он Бог Три доказательства того Что Иисус был ирландцем Он так и не женился Второе У него никогда не было постоянной работы Третье Его последним желанием Было выпить Три доказательства того Что Иисус был итальянцем Он говорил с помощью жестов Он пил вино На каждой трапезе Он торговал недвижимостью Три доказательства того Что Иисус Третье С вами Желтая книжка Сидерфлорин Муки переводческие Ага Пожалуйста сначала О курице и о яйце Писать стихи и прозу Не учатся Когда-то ведь и литфаков не было Человек просто начинает сочинять И пишет Хорошо или плохо И с течением лет И за дня в день Учится и постигает мастерство Некоторые Далеко не все Начинают интересоваться и теорией Наукой о литературном творчестве Но основным остается знание родного языка И та искра Божия Которую называют талантом Большинство переводчиков начинают так же Просто начинают переводить И переводят Тоже хорошо или плохо И сама работа заставляет их учиться Каждый день перед ним возникают новые и новые проблемы Мелкие и незначительные с виду И они решают их в большинстве случаев так Как подсказывает им собственный разум Личные взгляды на язык Литературу И внутреннее чувство ответственности Однако в отличие от поэта или писателя Кроме знания родного языка И искры Божией Которая должна помочь им Время Андрей Максимов Как разговаривает собеседника Или ремесло общения Да Вот прям заголовка Поехали Как организовать жизнь своего туловища Ног и рук во время интервью Ах, ох, что за нелепое выражение Если я позволяю Жизнь туловища и ног Нелепая Согласен Глупо спорить с очевидным Однако разве вам не известно Что во время интервью Туловища и ноги живут Вот именно Живут И что самое неприятное Часто еще существует Как бы сами по себе Неорганизованной такой жизнью Вот и поговорим о том Как эту странную жизнь Организовать Говорить о языке жестов О языке телодвижения Стало в последнее время занятием Весь весьма модным Я уже приводил цифры Свидетельствующие о том Сколь велико значение Невербальных форм общения Аван Пис Конечно совершенно прав Утверждаю что Хомо сапиенс Является одним из видов Большей И покрытой шерстью обезьян Которая научилась ходить На двух ногах И имеет хорошо развитый мозг Время Спасибо Техника 43344 Артистизм 33434 Наталья Рогалева Прошу вас сюда Книжки ждут Они хотят будет прочтать Николай Козлов Как относиться к себе и людям Или практическая психология На каждый день Самая страшная тайна женщин Это не всегда очевидно Но когда слетает шелуха На свет выходит главное В семье заинтересована В первую очередь женщина Семья нужна в первую очередь ей Зря вы прочитали это Как спокойно Это самая страшная тайна женщин Это действительно Самая страшная тайна женщин Об этом не принято говорить Ибо женщинам Крайне невыгодно Чтобы это стало известно Это неизвестно молодым И становится ясно Только с возрастом Женщинам делают все Чтобы это скрыть Замаскировать Ведут себя демонстративно Независимо Опаздывают на свидание Стараются мужчину к себе Привязать И в себя влюбить Чтобы в результате Он просил у нее Руки и сердца Того что на самом деле Нужно было бы попросить Ей у мужчины А дурманенные любовью Мужчины Могут бегать за женщинами Создавая иллюзию Что заинтересованная сторона А не мужчина Спасибо За раскрытие Самой страшной Женской тайны Техника чтения 5-4-3-4-3 Артистизм 5-4-4-3-3 Алла Сибирькова Аплодисменты Антон, не покидайте нас Я вернусь Как стать мужчиной? Интересно получится Да Вот заголовочка Пожалуйста Знакомство Разведка боя На Востоке говорят Что сколько ни говори Хауба Во рту слаще не станет Так и в нашем случае Лишь наблюдение за женщиной Не принесет вам Ни морального удовлетворения Ни сексуального наслаждения Только личный контакт с ней Позволит выяснить Действительное отношение ее к вам И приблизиться К намеченной цели Часто можно услышать Сетование мужчин На трудное знакомство с женщиной На то, что она недоступная И с ним даже не захочет разговаривать Это заблуждение Таких женщин не бывает Есть лишь трусливые Необразованные И неуверенные в себе мужчины Любой мужчина Имеющий хоть чуточку смелости Характера И знания о женской психологии Легко может сделать это Главное решиться на контакт с ней И произвести на нее Впечатление До или после До или в процессе знакомства Суворов говорил Удивить значит победить Удивить значит заинтересовать ее собой Время Спасибо Ну что Посмотрим на сколько вы уделили жюри Техника чтения 34433 Артистизм 44433 Данила Горшков Я слышу и понимаю Учебное пособие по аудированию На вот Часть 4 Поехали При рассмотрении разных употреблений Поддержных форм Очень важно учитывать Семантику слова Как же Как я уже говорила Которое Замещает ту или иную позицию Так Слова Выполняющие одну И ту же Синтексическую форму Могут практически служить Для разных целей В этом лесу Есть грибы Это название Субъекта существования В лесу Есть грибы У него Есть дача Опять таки Структура Со словом Есть Это объект Обладания И вот В этой форме У него есть дача Хотя это Грамматический субъект Но в принципе Но в принципе Это он владеет дачей Если говорить о смысле И поэтому Это употребление Именительного падежа Может рассматриваться Как обозначение Объекта владения Значит Этот субъект Может служить Опять таки Я показываю Для обозначения Наличие Ввод субъекта Может служить Для обозначения Объекта У него есть дача Он владеет дачей Время Остановитесь Мне кажется Можно прийти А соцопрос С какого слова Вы потеряли нить Итак Пожалуйста Оценки за технику Почтение Учебного пособия По аудированию Шесть Вы все поняли Четыре Два 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 Я не знаю Это столик Мне кажется Столик проклятий Артистизм Три Четыре Два Два Три Ирина Афанасьева Мне кажется Прекрасно справился С этим Зашкаливающим Бессмысленности Своей текстом Итак У вас Огромный вывод Последний Ага Как Читать Человека По лицу Друзья мои Вы сегодня на лекции Ну только в микрофон А то я вас не слышу Как читать Человека По лицу Вот Видите Тут два столбика Вот с этого столбика Именно Веснушки Поехали Расположение Размер И количество Потому как Расположены На лице Веснушки Какого Они Размера И В каком Количестве Можно Так же Получить информацию О будущем Человеком Итак Рассмотрим Конкретные Примеры Расположения Веснушек И их толкования Физиогномики Божество Веснушки 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 Складывается И Сергеем На вокзале Подошли Несколько Молодых людей Налили мне водки Которую Они принесли С собой И Вручили в руку Томик С санэтами Шекспира Я привез Его К вам Вот он Этот томик В нескольких Экземплярах Путешествует Последнее время По стране По 111 городам В которых Проходит чемпионат Открою рот И финалисты Читают санэты Из него Потом В конце Я надеюсь Они соберутся Вместе Эти томики Если кто-нибудь Не потеряет их По дороге Тем не менее Придется вам Читать сейчас Санэты По одному Номера санэтов Обычно Определяются Самым разным Неловким Или смешным Способом Сегодня все решилось Само по себе Ваше количество баллов Идет друг за другом Которые вы набрали В каждом раунде 57, 58, 59 Именно эти санэты Вы и будете читать Итак Уважаемые члены жюри Ваша задача Сейчас усложняется Вам придется Послушать Участников По очереди Друг за другом Не выставляя оценок Они прочитают Друг за другом Три санэтов После чего Каждый из вас Внутри себя Мысленно поставит Им всем По одной оценке Либо один Либо два Либо три Это оценка Это не место То есть Вы послушали Тому участнику Который с вашей точки зрения Прочитал Лучше всех Ставите три балла Тому кто хуже два Тому кто еще хуже один Одну оценку Ставим только один раз Понятно, да? То есть Одному участнику Только одну оценку Ну чтобы Например, Алексей Вы не могли поставить Три раза Два-два-два Понятно Итак Кто из вас Будет первым А, я знаю Первым У нас Будет Сергей Шишков Потому что Он набрал 67 баллов И будет читать 57-й санэт Уильям Шекспен 57-й санэт Сергей Шишков Ваши аплодисменты Я Твой слуга И вся моя мечта Лишь в том Чтобы гадать Твои желания Душа тобой Одною занята Стремясь Твои Исполнить Приказания Я не ропщу Что дни мои пусты Я не слежу За стрелкой Часовой Когда подчас Прощай мне Скажешь ты Разлуки гореч Не считаю злой Не смею Выпросить Я ни о чем Не проводить тебя Ревнимым взглядом Печальный раб Я мыслю Об одном Как счастлив тот Кто был с тобой рядом Безумна до того Любовь моя Что зла в тебе Не замечаю я Пусть Бог Что сотворил У меня слугой Навек твоим Спасет меня от доли Выпытывать Чем день Наполнен твой Я твой Воссал Твоей покорной воле Пускай твой взор Разлукой мне грозит Пускай твоей Свободой Я замучен Я на тебя Не затаю обид Страданиями К терпению Приучен Где хочешь Будь Права твои сильны Располагай собою Каб угодно Сама себе Прощай Свои вины Во всех своих Решениях Ты свободна Пусть хороши Пусть злы Твои влечения Я буду ждать Хоть ожидать Мучения Мучения Хоть на миг Спасибо Спасибо Пожалуйста Шипс Первый Мне сейчас Пускай 25 отцена Сергей Шишков Читал Первым Один Два Три Один Два Антон Кузнецов Читал Вторым Три Три Один Два Три И Анна Попова Читала Последний Два 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 Три Один Итак В неравной борьбе С Уильямом Шекспиром И своими Сотечественниками А также Участниками Побеждает сегодня И становится Чемпионом Ижевска Антон Кузнецов АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Большое слово, конечно, для членов жюри, потому что было очень сложно их найти. К сожалению, не все согласились, хотели режиссеров пригласить, у них спектакли. Поэтому спасибо вам, что вы нашли время, что вы пришли, что вы здесь с нами. И действительно у вас был очень сегодня трудный раунд. Очень хорошая атмосфера, приятно было находиться. Я думаю, конечно, это совершенно зверский конкурс, которому невозможно подготовиться, когда просто с листа никогда не в виде этих строк начинаешь читать, что тут никаких адекватных оценок невозможно поставить. И на самом деле победить, наверное, тех, кто больше читает и любит литературу. Единственный, наверное, критерий, который может быть, это больше любви и больше читать. Спасибо большое. Так, я продолжаю знакомить вас с правилами чемпионата по чтению слуха. Одним из них является такое, что победитель забирает все. Все сегодня это комплект книг прекрасных, как небо, которые я привез с собой, помимо Шекспира и бутылки водки. И книги я дарю сегодняшнему победителю Антону Кузнецову. Под гром аплодисментов и подарок на расставочку. Держи глаза. Читайте книги. Приходите к нам в частных чемпионатах. До свидания. Это был Открой рот.